Ребята, всем привет, с вами Смакодрон. В этом видео я расскажу, что такое диафрагма, как она влияет на качество картинки, на ее глубину и резкость. Вы узнаете, что такое дифракция и почему она ухудшает ваши работы, зачем нужны ND-фильтры и почему они так важны на съемочных площадках, какая есть связь между ND-фильтром и дифракцией. Вы увидите очень интересные тесты, которые позволят вам лучше разобраться в теме диафрагмы и выжать из вашего дрона максимум. Поэтому, поехали! Диафрагма Диафрагма Глубина и резкость Диафрагма отвечает за глубину и резкость. Она может быть открытой и закрытой. При открытой диафрагме, то есть f2.8, на матрицу камеры попадает больше света и кадр получается светлее, но задний фон размывается, что делает только передний план в фокусе. При закрытой диафрагме, это f11, наш кадр будет весь резкий, как передний, так и задний план. Чем меньше диафрагменное число, тем меньше глубина и резкость. В данном примере мы открыли максимально диафрагму, на сенсор камеры впустили максимальное количество света. Передний план у нас в фокусе, а задний план размыт. А в этом примере мы видим, что у нас в фокусе как и передний, так и задний план, когда мы уменьшили количество поступаемого света на матрицу камеры. Чтобы вам проще было понять логику работы диафрагмы, давайте посмотрим, что будет, если мы будем уменьшать количество поступаемого света на матрицу камеры. И как видим, у нас начинает задний план постепенно появляться и делать резкую картинку как спереди, так и сзади. Минимальное значение диафрагмы позволяет акцентировать внимание зрителя на передний план, который в фокусе. Большое значение диафрагмы позволяет зрителю увидеть общий план сцены и рассмотреть ее в деталях. К сожалению, на практике не все так просто. В данном примере мы видим, что у нас красиво прорисовывается передний план, задний план у нас очень хорошо размывается и получается киношная картинка. Но чтобы добиться такого результата, нужно использовать дроны класса Inspire кинематографической оптикой и использовать фокус-кулер, который позволяет наводить фокус в период движения дрона. Для получения данной сцены участвовала целая команда. Это оператор дрона, оператор камеры дрона, это человек, который отвечает за фокус с помощью фокус-кулера и, конечно же, режиссер, который контролирует сцену. Если сравнивать изображение между профессиональной и любительской камерой, то профессиональная на диафрагме той же 2.8 получит более качественное размытие на заднем плане и резкий фокус на переднем, а любительская камера начинает задний план превращать в месиво за счет слабой камеры. И теперь встал вопрос, что же делать владельцам непрофессиональной техники, которые хотят получить максимально качественную картинку из своего дрона без зеркальной оптики. Мало того, что пилоту в одиночку почти нереально в процессе съемки управлять дроном, навременно контролировать фокусное расстояние. Да, и фокус сам по себе желает лучшего. Есть вариант поставить на стойках камеры функцию IFC, это постоянный фокус, но в процессе съемки данная функция ведет себя некорректно и часто фокусируется на что ему захочется, превращая ответственные съемки в абсолютный брак. Но давайте будем честными, что 95% дрончиков снимают в основном общие планы, природу, город, здания, машины и главное отличие от дрона от видеокамеры, что это съемка с воздуха и все находится далеко и не нужно выпендриваться с фокусом, так как это не предметная съемка. Нам важно получить картинку всю в фокусе, а размывать задний план можно с помощью другого инструмента, как выдержка, но о ней я поговорю в следующем своем видео. Каждый дрон имеет свой рабочий диапазон, при котором дрон выдает наилучший результат глубины и резкости, как по мне, дрону важно иметь резкий фокус на всю дистанцию. Этого можно добиться с помощью диафрагмы, но для начала ознакомимся с таким явлением, как дифракция. Дифракция – это оптический эффект, при котором снижается резкость изображения. Чтобы самому ощутить дифракцию, попробуйте прищуриться, и вы увидите намного меньше деталей, чем с открытыми глазами. То же самое происходит и с линзой камеры. Вы закрываете диафрагму, к примеру, до значения F11. Как следствие, теряете резкость кадра. Если обычно лучи света распространяются по прямой, то проходя через маленькое отверстие, то есть закрытую диафрагму, они начинают рассеиваться. Чем сильнее закрываем диафрагму, тем заметнее становится дифракция, поскольку каждая точка изображения перестает быть точкой. Вот почему нельзя снимать с высоким диафрагменным числом. Для того, чтобы понять, как работает дифракция, давайте посмотрим примеры. В данном случае мы видим, что у нас картинка размыта, и, скорее всего, возможно, снята на диафрагме 2.8. А на этой картинке мы видим, что у нас картинка полностью вся в фокусе, и, наверное, мы снимали при диафрагме 11, потому что у нас и передний, и средний, и дальний план все в фокусе. Но в данном случае мы видим, что все совершенно наоборот. При максимальном значении диафрагмы у нас все размыто, как будто мы промазали с фокусом или снимали на 2.8. А там, где я снимала диафрагма 2.8, намного все резче, и картинка просто прекрасна. Это и есть основной причиной, почему нельзя использовать крайние значения диафрагмы. Опытные фотографы прекрасно знают это. На таких значениях на снятых материалах становится отчетливо видно все царапины объектива, пылинки на стекле или матрицы и искажения по оптике. Теперь вы у меня спросите, какие значения нужно ставить по диафрагме, чтобы не было искажений и картинка была максимально четкой? Для этого вам нужно будет сделать тест своей камеры. Итак, делаем из одной точки фотографии или видео по всему диапазону диафрагмы, начиная от самого маленького до максимального значения, и ищем самое лучшее изображение, сравнивая их между собой. В данном случае тестируем камеру дрона Mavic 2 Pro. Я создал специально такую сцену, чтобы был передний, средний и дальний план, и так проще будет анализировать материал. Открываем одновременно с минимальной диафрагмой значения 2.8 и крайнее значение 11. Итак, сравниваем два изображения, и мы видим, что у нас по среднему плану при диафрагме 2.8 картинка будет намного резче, глубже. На диафрагме 11 у нас все мыльное, у нас много какого-то шума. По дальнему плану видно, что тоже 2.8 справилась намного лучше, чем диафрагма 11. И наглядно видно, как дифракция на максимальном значении диафрагмы ухудшает качество картинки и превращает ее в какой-то абсолютный мусор, и снимать на таком значении нельзя. Сейчас посмотрим дальний план, и видим также, что у нас дерево, оно превратилось в какую-то кашу. Стул видно, что на диафрагме 2.8 выглядит более четче, и вот передний план при диафрагме 11 получился лучше, что самое интересное. Но в данном случае мы сейчас это упустим, и вернемся к переднему плану со стулом боже. Листья деревьев более четче выглядят, и в общем-то и сама вся картинка лучше. Теперь сравниваем мы диафрагму 3.2 и диафрагму 10. Смотрим опять же на наше дерево, и видим, что даже при диафрагме 3.2 резкость будет намного лучше, а при диафрагме 10 снова видно шумы. На дальнем плане есть размытые участки. Да, средний план тоже, трава она вся как размытая, вся акварельная. Средний план, особенно на машине, видно, что машина более четче выглядит, и меньше шумов, больше резкости, поэтому диафрагма 10 она не подходит. Так, диафрагма 4 и диафрагма 9. Сравниваем теперь средний план по машине, смотрим, что у нас при диафрагме 4 у нас... Машина все равно стоит у нас четче, стул тоже у нас по среднему плану выглядит намного лучше. Трава все равно на диафрагме даже 9 выглядит она размыта акварельно, что тоже не подходит. Ящик, контуры на диафрагме 4 намного лучше выглядят. Задний план проверяем, тоже видим, что у нас на 4 диафрагме все намного лучше. И все же деталей на 4 диафрагме намного больше. И дерево тоже на самом дальнем плане у нас выглядит намного лучше. Так, стул, смотрим, сравниваем стул и видим, что все-таки при 9 диафрагме передний план он лучше подтягивается. Трава будет, конечно, хуже на 4 диафрагме, но все же 4 диафрагма в общем выигрывает. Так, сравним теперь диафрагму 5 и 6 и диафрагму 8, смотрим. Так, средний план у нас тоже все размыто по диафрагме 8. 5 и 6 лучше справилась, трава на 5 и 6 диафрагме. Больше деталей по траве, по среднему плану у нас диафрагма 5 и 6 тоже намного лучше выглядит. Смотрим на машину и видим, что машина тоже больше деталей, видно больше всяких царапин. То есть все-таки резкость на 5 и 6 намного лучше, чем диафрагма 8. Итак, смотрим по дальнему плану. Все-таки 5 и 6 будет выглядеть намного лучше. 5 и 6 уже подтянуло передний план и у нас теперь в фокусе как и передний, и средний план, и дальний план у нас, грубо говоря, все в фокусе теперь. А диафрагма 8, она до сих пор выглядит немножко мыльная и, конечно же, меньше деталей, что очень видно по траве. Да, все-таки при 5 и 6 у нас картинка будет намного четче, поэтому диафрагма 8 нам не подходит. Теперь давайте 5 и 6 сравним с диафрагмой 6 и 3. И видим, что при 6 и 3 диафрагме все равно какие-то есть маленькие искажения по цвету. Но все же диафрагма 5 и 6 будет чуть-чуть, но иметь больше деталей, иметь больше резкости. И мне кажется, что диафрагма 5 и 6 есть самая оптимальная, самая резкая, задает самый лучший результат по картинке. И это есть самое оптимальное значение, при котором можно снимать и делать качественное видео и фото. Так, теперь давайте сравним диафрагму 5 и 6 и первоначальную диафрагму 2 и 8. И мы видим, что 5 и 6 будет намного лучше по среднему плану, по детализации. Сравнивая машину, мы видим, что 5 и 6 будет намного лучше, чем 2 и 8 диафрагма. Как и по траве, так и по деталям. Дальний план у нас при 5 и 6, он более детализированный в тенях и цвета не сильно искаженные, меньше шумов и мыла. Так, давайте посмотрим на дерево. Дерево также видим, что больше имеет деталей на диафрагме 5 и 6. Передний план, который при 2 и 8, он был очень размытый и он так и есть. И таким образом мы определили, что у нас диафрагма 5 и 6 имеет лучший результат по глубине и резкости. И является самым лучшим значением для этого дрона, при котором вы можете получить наилучшее качество картинки. Вот для чего делался этот тест. А теперь давайте посмотрим, как это работает на видео. В данном случае мы смотрим диафрагму 2 и 8 и видим, что картинка более-менее резкая, но у нас проблема с задним планом. Он какой-то немножко подмытый и не очень качественный. Вот при диафрагме 5 у нас видно, что у нас в фокусе и средний, и дальний план, и ближний план. Картинка выглядит более детализированно, более качественно, что нам и нужно. Когда мы поставим уже самое максимальное значение, мы знаем, что у нас начинается диафрагция после закрывания диафрагмы. И видим, что у нас вообще все мыльно, как и передний, как и дальний план, как и средний план. Поэтому снимать на таком значении просто нельзя. Давайте сравним 2 и 8, 5 и 11 диафрагм. Мы видим, что при 5 диафрагме у нас картинка получается самая детализированная и выглядит намного лучше. Теперь вы будете ориентироваться и понимать, при какой диафрагме вы получите самый лучший результат. Каждая камера имеет свой рабочий диапазон, при котором получается большая резкость и глубина. Для этого и очень важны тесты, для того, чтобы вы могли понимать, при каком крайнем значении вы можете допустить себе съемки. Вот, например, на Mavic я не могу превысить выше, чем 6,3 диафрагмы. Потому что все, что идет дальше, это уже просто ухудшение качества и мыльная картинка. И поэтому плавно переходим к следующему этапу. ND-фильтры. ND-фильтры это солнечные очки для объектива. Их существует очень много видов, как стандартные, вариативные, градиентные и реверсные градиентные фильтры. Все они используются в разных условиях съемки и производят разный эффект. ND-фильтры спроектируют так, чтобы поглощать проходящий сквозь них свет, не влияя на цветопередачу. Такое свойство нейтральных фильтров позволяет увеличивать время экспозиции. Нейтрально-серые фильтры имеют простую и понятную для пользователя градацию, отображающуюся в самом названии. Например, фильтр ND-2 пропускают в объектив 2 раза меньше света. ND-4 в 4 раза. ND-500 в 500 раз. Меньше и так далее. Про ND-фильтры и их виды у меня будет отдельный большой выпуск с тестами. А сейчас нам важно окончательно разобраться с диафрагмой. И почему ND-фильтры незаменимый помощник на съемке. Мы с вами выяснили, что при диафрагме 5.6 мы получаем самую максимальную резкость и глубину картинки. Но наш экспонометр покажет, что у нас есть пересвет. И нам нужно закрывать диафрагму, либо увеличивать выдержку. Но есть очень важный нюанс при съемке видео. Дело в том, что большое значение выдержки включает за то, насколько наша картинка будет заморожена. То есть, чем больше шаттер, тем у нас меньше размытия по фону. И получается все очень такое стребящее. И наш человеческий глаз можно это воспринимать. Это в основном используется в фото тематике. И тем, кому нужно добиться специально такого результата, чтобы все было у него в резкости, не было никакого размытия. Но опять же, нужно учитывать то, что у нас диафрагма самая максимальная. По глубине резкости идет 5.6. И мы хотим делать так, чтобы у нас было все очень гладкое, не было от этого строба. И нам нужно ставить выдержку 50. И что нам делать? У нас, кроме того, как крутить шаттер на увеличение, у нас выбора нет. Но после того, как мы надели NDF-фильтр, мы наконец-то сможем добиться нашего значения выдержки на 1.50. Но дело в том, что выдержку для получения самого классного киношного эффекта нужно умножать на 2. То есть, например, мы снимаем 25 кадров видео, мы ставим 50 шаттер, не меньше. Если мы сделаем меньше, у нас будет масс просто неимоверный. Если мы снимаем 50 кадров, мы ставим 100. Вот для этого и нужен NDF-фильтр, чтобы вы смогли смело удерживать вашу диафрагму на значение 5.6. Если вы хотите снимать киношное видео, вам нужно держать шаттер не больше, чем 160. На зависимости, конечно, какие у вас цели. Но у меня в основном цель это делать такие приятные для глаза человеческого motion blur, как его называют. И это очень радует глаз. В данном случае я делал нейтральный NDF-16 фильтр. И у меня теперь есть возможность держать свою диафрагму в пределах 5.6. И шаттер выставлять на уровне 1.60, 1.50, чуть выше. Для того, чтобы я мог получить свой motion blur. Вот и вся логика, что я хотел вам донести. А в следующем видео мы разберем такую очень интересную тему, как выдержка, которая делает офигенно крутой эффект Motion Blur. Будем крутить дрон по полной. Поэтому готовьтесь. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. Это будет для меня показателем, что вам интересная тема аэровидеофотосъемка. И заставит меня делать еще больше много интересных видео для вас. И раскрыть все секреты по этой тематике. С вами был Смакодрон. Смакуйте и кайфуйте. А я уже готовлю следующее вам интересное видео про выдержку. И как она делает крутые эффекты на видео. Поэтому не оставайтесь с Макодоном. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok